Сегодняшнее расширенное совещание под руководством Игоря Диченко началось с приятного момента. Чествование специалистов, занимающихся вопросами экологии в канун их профессионального праздника, а также вручение памятных медалей МЧС России за большой вклад в развитие государственной противопожарной службы. Но не только одними победами и успехами живет сегодня Новороссийск. Хватает и проблем. В частности, Игорь Диченко беспокоен работой ресурсно-снабжающих организаций, санитарным состоянием отдельных улиц Центрального района, откуда мусор, в том числе и крупногабарит, не вывозится сутками. И если в решении этих проблем после общения с руководителями появилось взаимопонимание, то вот по ряду вопросов в сфере торговли и ЖКХ света в конце туннеля пока не видно. Я не могу понять, почему в воскресенье все асфальтирующие дорожники выходные, когда свободный город, когда можно работать. Почему они и сегодня не взяли выходные, не делают в понедельник? Ну абсурд. Вчера пустой город, ни одного нет рабочего. Значит, сегодня ставим всем задачи. В воскресенье, субботу работают. Ночью, днем. А вы хоть возьмите понедельник, вторник какой-нибудь, ну так не бываешь. За реферационную зону Нептун, Куликову выговорят в последующем. А всех предупреждают, кто завязан. Вчера глава района Толмачев, Виктор Викторович. Не бывает так и не было никогда на этом пляже вот этих позорных лариков, которые там заставили. И вы говорите, он с вами будет разговаривать во вторник. Да не буду я с ним разговаривать. Тем более на эту тему. Виктор Викторович, если ставим торговлю, значит, однотипную, красивую, там, я не знаю, палатки или что. Но не вот эти же полувокочники, которым уже по 30 лет. Все снести, убрать, привести в соответственность. Обсудили представители исполнительной власти, правоохранительных органов и еще одну немаловажную тему. Обеспечение безопасности жителей гостей Новороссийска и их имущества. Охране общественного порядка на улицах нашего города в том числе должны способствовать установленные организациями камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город». В 2017-м первые 50 аналоговых камер, установленные 10 лет назад, устарели. Собственными силами службы уже удалось заменить их на новые, более современные. Сегодня установленный интеллектуальный аппаратно-программный комплекс, объединивший 156 современных цифровых камер, позволяет распознавать регистрационные номера на автомобилях и биометрические параметры лиц людей. На данный момент в системе уже подключены учебные заведения, это 32 школы, 274 камеры, спортивные сооружения, 21 кадра, торговые предприятия, как я уже говорил, 31 кадра. Также на территории города установлены и успешно функционировали 91 комплекс, фиксация, нарушение правил дорожного движения и транспортного потока. Это позволило значительно изменить количество правоорушений на дорогах города. Дальнейший план мероприятий по совершенствованию уже существующей материально-технической базы безопасного города на 2018-2020 годы согласован с руководством ОВД. На очереди еще один этап. Утверждение его финансовой составляющей. О работе, проводимой в рамках подготовки Новороссийска к предстоящему курортному сезону, рассказал начальник управления по вопросам ГОИЧС Игорь Васильев. В преддверии летнего курортного сезона на базе детского лагеря «Глобус» проведено занятие с арендаторами пляжной территории, с предпроводителями баз отдыха по мировой безопасности в летний сезон. Где ваша рабочая группа, Виктор Викторович? Где рабочая группа, которая должна оправдаться? Каждый день я стал на партнерках на утреннем. Куликов, без депель, который не течет, я дальше остановлюсь на ваше деятельность, или вы это все ваше, не тише. И где, Татьяна, ваша группа по детскому оздоровлению, докладу? Каждый день присаживайтесь. И я должен видеть результаты, понимаете? Ваши работы. На устранение всех выявленных в ходе проверок нарушений у руководства баз отдыха и здравниц, специалистов профильных отделов администрации города, а также заместителя главы, курирующего данную сферу, есть всего лишь несколько дней. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, Игорь Диченко рассмотрит вопрос о соответствии своих подчиненных занимаемым должностям. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия.